Новости на Дону. Категория 12+. Новости на Дону. Вопросы президенту смогли 48 человек. Более тысячи нарушений выявлено после проверки ростовских гостиниц. Не соответствует пожарной безопасности почти полсотни донских отелей. Таковы итоги прокурорской проверки. Ее провели после сентябрьского пожара в гостинице Насимашко. Сегодня в Донской столице работает не менее 148 гостиниц, и в них нашли много нарушений, говорит старший помощник прокурора Ростовской области по взаимодействию со СМИ. В ходе проведенных проверок выявлены многочисленные нарушения законодательства пожарной безопасности. В связи с чем в органы Государственного пушнадзора с целью принятия мер реагирования направлены материалы проверок в отношении 48 гостиниц и 103 требования о проведении внеплановых проверок данных гостиниц. Основными нарушениями пожарной безопасности стали несоответствие эвакуационных выходов, их количество и размер, отсутствие оборудования для передачи сигнала о пожаре, а также неработающие системы пожарной автоматики. По итогам проверки в суд передали 10 исковых заявлений. Более 60 ответственных лиц привлечены к ответственности. Выписаны штрафы на 600 тысяч рублей. Единовременные выплаты пострадавшим от августовского пожара ростовчанам начнут поступать до конца года. Об этом сообщил городоначальник Виталий Кушнарев. Деньги получат все, кто документально подтвердил свое право на получение компенсации. Власти города составили перечень документов, которые будут сданы в первом квартале будущего года. 12 и 13 декабря оказались самыми жаркими в Ростовской области за последние 80 лет. Об этом корреспонденту Дон24.ру сообщила начальник ростовского гидромедцентра Наталья Самолетова. Прежде самая жаркая 12 декабря в Донском регионе была зафиксирована в 1937 году. Тогда столбик термометра едва доходил до плюс 9 градусов. Теперь рекорд побит. В этот вторник в Ростове было плюс 11. А самая жаркая 13 декабря в области была в 2014 году. Плюс 10 градусов. В эту среду этот рекорд также оказался побит. Было зафиксировано плюс 12,5 градусов. Как отметила Наталья Самолетова, ростовская область сейчас в теплом секторе. Сам циклон находится на северо-западе Европы. Его теплый участок как раз над нашим южным регионом. Она также добавила, что сейчас тепло будет ослабевать. Ожидается не более плюс 9 градусов. Это связано с тем, что с Востока приходит прохладный ветер. Треть писем, которые получает Дед Мороз, от взрослых. Несмотря на теплую погоду, главный зимний волшебник из Великого Устюга пообщался с ростовчанами в пресс-центре Дон-Медиа. Своё путешествие Дед Мороз начал с Владивостока. Ростов приехал из Краснодара. Это уже 21-й город в его туре. Ростовчанам Дед Мороз признался, что получает около двух сотен тысяч писем каждый год. Их становится всё больше. За 17 лет 3 миллиона 150 тысяч. Сейчас ещё больше. Мы ведь с вами понимаем, что под Новый год пишут больше. И минимум одна треть из них – это письма взрослых. Львиная доля – это не просто размышления о прекрасном, о мире, о чуде. Хорошо, что такие есть. И меня очень радует то, что люди не только просят, но и благодарят жизнь, судьбу, родственников, меня. Но очень много боли, очень много слёз, очень много исповедей. Я существую для того, чтобы людей объединять. По словам волшебника, чтобы помогать таким людям, возникает идея создания благотворительного фонда Деда Мороза. Он может появиться в ближайшее время. Идея в объединении всей страны, чтобы люди помогали друг другу. В Ростове волшебник посещает городской центр помощи детям номер 7, также социальный приют Батайска и центр помощи детям номер 10. 15 декабря в 13 часов в Ростовском парке Горького состоится большой предновогодний праздник для всех горожан. С вами была Инна Панфилова. Далее выпуск деловых новостей. В студии Инна Билан. Здравствуйте. Ростовчан призвали быть осторожнее с регистрацией ИП. Предпринимателем можно и не стать, а налог платить придётся. Речь об этом шла на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов года по взысканию задолженности, которая состоялась в Дон Медиа. В этом году налог на ИП составил 27 740 рублей. Если вовремя не успеть заплатить необходимую сумму, то она вырастет несколько раз. В пенсионный фонд добавит 7 тысяч сверху, а потом Дон отчислит к долгу 8 минимальных размеров оплаты труда. Самое неприятное в этом то, что граждане, как правило, даже не подозревают о задолженности. Чтобы выйти из этой ситуации, необходимо подать декларацию о доходах, снять с себя 7 штрафных тысяч и заплатить 1 минимальный размер оплаты труда. Сейчас в Ростовской области в должниках числится 25 тысяч индивидуальных предпринимателей. В общей сложности они должны уплатить около 6 миллиардов рублей штрафа. Донскому малому промышленному бизнесу нужна не только региональная, но и федеральная поддержка. Об этом в студии ФМН «Дону» рассказал начальник управления инвестиций и инноваций Торгово-промышленной палаты Ростовской области Валерий Королев. Дополнительными мерами, институтами поддержки здесь могли бы сыграть большую роль и формирование так называемых инфраструктур и поддержки двойных технологий. Сегодня Агентство технологического развития работает с такой тематикой, но работает в основном все-таки с оборонными предприятиями. Перенос двойных технологий в гражданскую сегодня достаточно распространенное в мире. По словам Валерия Королева, сформированного растущего масштабирующего потока проектов, которые реализуются в сфере малого промышленного бизнеса, в Ростовской области сегодня нет. Это задача реализации промышленной политики не только региона, но и в целом федерального правительства. Дефицит областного бюджета 2017 снижен почти на 6 миллиардов рублей. О внесении изменений в основной финансовый документ говорили на заседании комитета ЗАГС Собрания по бюджету, налогам и собственности. Весомые поправки касаются доходной части бюджета. Она выросла без малого на 3 миллиарда рублей. Расходная также изменилась, но далеко не так значительно – на 237 миллионов. Об этом корреспондентам телеканала «Дон-24» рассказал первый зампредседателя Законодательного собрания Ростовской области Андрей Харченко. Это нам позволило сократить дефицит бюджета с 9 миллиардов рублей до 6 миллиардов рублей. За счет чего доходная часть у нас увеличилась? Первый – это налог на прибыль у нас увеличился на 1 миллиард 300 миллионов рублей. НДФЛ увеличился на 1 миллиард 100 миллионов рублей. И налог на имущество на 387 миллионов рублей. В итоге доходная часть годового бюджета – 154 миллиарда рублей. Расходная – 160 миллиардов. Ростовская область вошла в число 20 регионов, которые больше всего привлекают туристов в России, и заняла 12 место. За год регион поднялся на 11 позиций. Исследование туристического потенциала и туристической привлекательности среди отечественных и зарубежных туристов провели специалисты Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Это исследование уже третье. При оценке регионов эксперты учитывали 10 критериев, в том числе уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, экологическое здоровье региона, количество уникальных достопримечательностей, значимость туристической отрасли в экономике и доходность в отрасли. По словам Донского министра экономического развития Максима Попушенко, этот год стал для региона успешным. Донской край вошел в золотую лигу нацрейтинга развития событийного туризма, отметил глава министерства. Теперь о валюте. Официальный курс Центробанка составил 58,71 руб. за доллар и 69,40 руб. за евро. Это были деловые новости на FM на Дону, телефон редакции 200 ровно 0849. С вами была Инна Билан. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. И о погоде. Категория 12+. По информации сервиса Яндекс.Погода в Ростове ночью плюс 4, облачно с прояснениями без осадков, в Азове, Таганроге и Целине плюс 6 градусов, также без осадков. В Тарасовском и Белой Калитве плюс 4 градуса без существенных осадков, в Вешенской плюс 2,0, в Вабливской от плюс 1 до минус 1. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду.